Чуть больше месяца остается до старта шестого дальневосточного молодежного образовательного форума АМУР. Основные его мероприятия пройдут с 10 сентября по 4 октября на базе Центра активной молодежи Шарголь в Комсомольском районе. Участниками форума в этом году станут более 600 представителей молодежи со всей страны. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Ежегодно тематика форума АМУР меняется в соответствии с актуальными трендами и пожеланиями участников. Форума в этом году посвящен трем основным темам. Первая – это спорт и здоровый образ жизни. Это смена для тренеров, представителей спорторганизаций, блогеров и вообще всех, кто с вниманием относится к своему физическому состоянию. Вторая тематическая смена – семейные ценности, направленная на представителей семейных клубов и бизнеса, который заинтересован в их развитии. Третья тема форума – это бизнес для действующих и потенциальных предпринимателей, руководителей компаний, тех, кто готов развивать социальное предпринимательство. Участниками форума могут стать жители любого региона России в возрасте от 18 до 35 лет. Традиционно на форуме АМУР пройдет грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи. Он позволяет участникам выиграть средства на реализацию своих проектов. Прием заявок стартовал 1 августа. Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно пройти регистрацию на форум, подав заявку на сайте «Молодежь России». Все подробности об участии в грантовом конкурсе мы выясним у нашей гости. У нас в студии Алина Хохрякова, ведущая инспектор отдела поддержки молодежных инициатив Комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края. Алина, доброе утро. Давайте поговорим о форуме. В первую очередь, хотелось бы узнать, какой фонд у грантового конкурса в этом году? Интересный вопрос, учитывая, что у фонда нет ограничения, нам действительно повезло. Я думаю, что здесь любой проект, который будет подаваться, сможет получить финансирование в случае качественной подготовки заявки. То есть нет же дела количеству проектов? Да. Ну и учитывая сумму. О сумме, наверное, позже еще расскажу. Ну давайте тогда о проектах. Какие проекты могут претендовать на грант, участвовать в конкурсе? Вот, ну, во-первых, мы понимаем, что гранты – это средства, ну, то есть не нужно их возвращать. И в связи с этим, учитывая, что это не кредит, как мы уже там привыкли, как часто нас не понимают, что необходимо там это все возвращать, это социальные проекты без извлечения прибыли. То есть мы даем деньги на реализацию конкретных проектов для людей. Проекты – это для людей. Почему? Потому что здесь мы закрываем потребности конкретных целевых аудиторий и помогаем им, и мы не преследуем бизнес-цели. Вот. Во-вторых, это проекты, оформленные в соответствии со стандартом Бирус молодежи. Вот. Тут очень важно понимать, что собственное видение заявки, собственная структура проекта, ну, здесь не подходит. Об этом, о том, как нужно оформлять проекты, можно узнать в телеграм-канале «Амур Гранты». Наши специалисты ежедневно отвечают на вопросы пользователей, ежедневно проводят консультации, трансляции. Я думаю, что там можно полностью со всеми правилами ознакомиться. Но все-таки правила, понятное дело, есть. Но вот по вашему опыту, по опыту прошлых лет проведения форума «Амур», все-таки какие есть нюансы при оформлении своего собственного, своей идеи? То есть, что точно делать нельзя и что лучше всего сделать, чтобы наверняка выиграть грант? Дайте советы. Даю совет. Работала в проектном офисе продолжительное время. Первое. Мы не прописываем прочие расходы в смете. Очень есть много людей. Прочие расходы, да. То есть, у нас... Мы просим, распишите, пожалуйста, нам смету. Подробно распишите, укажите, какие, для чего, куда, там, какие мероприятия будут реализовываться, с помощью каких средств нам пишут. Прочие расходы 30 тысяч рублей. Мы спрашиваем, что за расходы? Ну, понимаете, говорит, разные внештатные ситуации бывают. Значит, цены повышаются, да. То есть, вот, ну, там, то есть, вот туда надо, вот туда надо, там, что-то потеряли, вот, что-то забыли указать. Естественно, ну, так делать нежелательно. Мы сразу видим, что подготовка, ну, проекта, ну, такая вот, не очень, вот. И понимаем, что, наверное, стоит еще доработать его. Вот. А как надо? Во-первых, стоит проконсультироваться с экспертом перед. Постараться. Всегда есть возможность перед любым грантовым конкурсом посоветоваться с экспертом. Он сидит и смотрит на логику проекта. Если логика проекта соответствует, и у тебя там в начале проблема оттока молодежи, в середине у тебя там поддержка семейных ценностей, а в итоге ты обучаешь 200 человек социальному проектированию, понятно, что логика нарушается. Проект, эксперт это все видит в проекте и говорит о том, что где нужно поправить. Это первый совет, он, наверное, самый ценный, которым редко пользуются, потому что стесняются. Выходят сразу на защиту и потом теряются. Вот. А второй момент, он должен описать, быть подробно и не чиновничьим языком. Очень часто, очень часто чиновничий язык, там, куча нормативно-правовых актов, для чего я это делаю, не написано. То есть, ну, просто во исполнение, там, вот это, вот это, вот это, там, Конституция Российской Федерации гласит. То есть, как бы, неплохо, конечно, оперировать официальными документами, но, тем не менее, очень любят заблуждать экспертов. И эксперт обычный, нормальный человек, который сидит, читает заявку, понять не может, что на что просят деньги. И он, значит, задает элементарный вопрос, там, а как проводить фестиваль будете? И человек, значит, сидит, ну, там, в рамках, там, вот этого, вот этого, значит, и пошел. И понятно, что очень тяжело разобраться в таком проекте. Мы не понимаем, действительно ли стоит результат того. Вот. Потом, правда, вчитываемся, задаем много уточняющих вопросов, и, в принципе, картинка становится ясна. То есть, в принципе, он должен быть понятный. Без мутных каких-то историй с деньгами, потому что это сразу видно. Ну, и без истории, там, с извлечением прибыли. Это тоже очень сильно видно. То есть, общий фонд не ограничен? Ну, вот для одного участника какое ограничение? 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей. 300 тысяч на одного участника? Да, 300 тысяч на одного участника – это максимальный размер, который они могут взять. То есть, могут выдать и меньше? Конечно. В зависимости от проекта? Вот, смотрите, да, мы же формируем эту историю, исходя из сметы. А человек приходит к нам и говорит, мне вот для этой цели, для этого результата надо 260 тысяч. Мы не будем по доброй воле говорить, а может быть, 300? Соглашайтесь. Да, может быть, мы дадим вам больше. Нет, такого не может быть. Единственное, могут, наоборот, сказать, то есть, у вас тут есть вот такая статья расходов, вы там хотите квадрокоптер купить. В принципе, ваш проект неплохой, но на один день вы хотите купить дорогостоящий квадрокоптер. Может быть, ужмем и там арендуем его, то есть, насколько он реально нужен в проекте. Такое может быть, что по деньгам, ну, будет, наверное, ужимка. То есть, если эксперт видит реально, видит картинку, что человек завысил где-то, он может это предложить. Это предлагает экспертная комиссия, и по согласованию с человеком мы решаем, какая сумма будет у него на руках. До какого числа продлится прием заявок? Смотрите, такая история. Если человек хочет подать проект на наш форум, ему сначала, как угодно, нужно зарегистрироваться на сам форум. И учитывая, что у нас первая смена заканчивается уже 10 августа, регистрация на Спорт и ЗОЖ, конечно, эту всю историю, она заканчивается уже 10 числа, то в любом случае, если человек даже хочет подать проект, он не сможет без регистрации на саму смену его подать. Поэтому ему сначала до 10 августа нужно вперед, там, на АИС «Молодежь России» подавать заявку на форум, а потом уже подавать проект до 15. А можно прямо сейчас отсканировать QR-код, он на экране находится. Поэтому, если кто-то хочет зарегистрироваться, а я уверен, такие есть люди, которые сидят перед экраном, поэтому прямо сейчас вот сканируйте, мы пока еще поддержим эту картинку. Ваня уже регистрируется. Ну, тема ЗОЖ, просто, моя актуальная, тема спорта сейчас я... Ну, сперва августа уже стартовал, получается, да, еще есть время, конечно? Да, да. До подачи заявки на грантовый конкурс, самое первое окончание в Спорт и ЗОЖ, это 5 сентября, 14 и 24, а потом на другие смены. Все, стань частью большого события активной молодежи страны. Все сейчас стало. Коротко, конечно, хочется узнать еще, вот тематика проекта должна укладываться, да, в одну из трех, которые будут на форуме? Да. Ранее грантовые конкурсы были неограничены тематикой, то есть там, на экологическом форуме, на экологическом треке у нас там и патриотика, и творчество там, и все-все-все-все-все-все-все-все. Вот. И как бы мы не против. Но сейчас для того, чтобы человек реально включился в образовательную программу, реально думал о своем проекте, мог проработать с реально классными, крутыми федеральными экспертами, мы зашили историю с тематикой грантового конкурса в тематику смены. Поэтому со всем перечнем можно ознакомиться на страничке «Вейс Молодежь России», там написано, какие конкретно подкатегории проектов, направления будут на смене. Ну и еще раз телефон консультации на экране, вот посмотрите, пожалуйста, ЮАР-код на сайт, вся информация, в общем, перед вами, обязательно участвуйте. Олег, спасибо огромное. Спасибо. Желаем прекрасного форума АМУР, чтобы молодежь, со всей страны к нам приезжает молодежь, так же правильно? Да, со всей, да. Вот пусть вся страна приезжает к нам сюда, в Хабаровский край, и все у вас будет хорошо. Спасибо большое. Алина Хохрякова у нас в студии, ведущая инспектора отдела поддержки молодежных инициатив Комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края. Комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края